Мода на феминизм пройдет через пару лет, как в свое время на эмо и панков. Нет, потому что феминизм это не эмо и не панки. Эмо и панки это молодежные движения, а феминизм это движение за равноправие. И феминизм, несмотря на его извращенные формы, которые он приобретает, когда речь идет об активистах, а все активисты, это на самом деле ужасно неприятные, удручающие, омерозительные создания, какими бы активистами они ни были, экологические активисты, ЛГБТ-активисты, феминисты эти все, какие-нибудь там активисты, я не знаю, религиозные или, наоборот, антирелигиозные, да, активисты за какие-нибудь традиционные семьи, за нетрадиционные. Это все, вообще любой активизм, это мерзость. Любой активизм, это гадость. Любой активизм уничтожает идею. И с любым активистом мне не по пути. Вот активист прям, фу, на тебя. Но, тем не менее, феминизм и популярность феминизма, особенно у нас, говорит об очень важной вещи, которую мы пытаемся отрицать. Об отсутствии равенства. То, что у нас, например, феминизм так резко зашел, да, и, кстати, к вопросу вот о Ксении Анатольевне Собчак. Все говорят, Ксюша, глупая лошадь, дом 2, иди на свой ТНТ, значит, с Бузовой там веди, всю эту хрень у костра, сиди, пой. На самом деле, Ксения поняла еще во время выборов своих, как важна вот эта тема феминизма и как она зайдет. Она прям вот носилась по избирательному штабу, я помню, и кричала прям на всех. Вы ничего не понимаете. Я вот чувствую с жопой, что вот эта тема, это главная тема там ближайших лет. Вот никто еще в это не верил, а она уже это понимала. Так что поэтому она Ксения Собчак, а вы гарнир на блюде. И это показывает о том, как мы на самом деле в обществе не уравновесили позиции, что в обществе главный мужчина, как правило, с плохим образованием, то есть человек, который никаким образом, но при этом ужасно самоуверенный, немолодой, то есть сильно за 50, считающий, что не существует никакой экспертизы. Да, именно потому что у него плохое образование, но при этом он самоуверенный, он не верит в то, что есть люди, которые что-то знают. Поскольку он не верит в экспертизу, он живет какими-то такими фобиями, он все время видит вокруг заговоры. Да, он считает, вот там, эпидемия, это заговор какой-нибудь мировой, фармы. Фемки, это все, кто же, какая-то ЛГБТ-мафия, почему-то ЛГБТ. И так далее. А на самом деле, это действительно, все-таки, если вы посмотрите, как выглядит наш парламент, вы увидите, что это сборище пожилых, некрасивых, не очень умных мужчин, и 5-6-7 присмыкающихся перед ними женщин, каждый из которых мечтает из этого парламента поскорее сдриснуть куда-нибудь, в какое-нибудь министерство чего-нибудь, заместителем министра, если ей повезет. А если не повезет, то на персональную пенсию сохранить за собой служебную квартиру. А на самом деле, представительный орган власти, когда вы смотрите на него, должен показывать лучшее, что есть в вашем обществе. То есть, Государственная Дума, конечно, должна состоять на 50% из умнейших, талантливейших мужчин и умнейших, талантливейших женщин. Вот так должен выглядеть парламент настоящий. И должна быть действительно гендерная квота, потому что это представительный орган власти. И вот на самом деле это и есть феминизм. То есть, женщины, поскольку, условно говоря, геи в нашей стране не могут говорить, мы требуем равноправия, потому что это, как в нашей стране, довольно опасно. Или на самом деле этого не могут требовать национальные меньшинства. Мы требуем равноправия. Вот я же когда говорю о том, что русские должны понимать, что они русские, но это не значит, что якуты не должны понимать, что они якуты. Или чуваши должны. И в этом равноправии, на самом деле, и заключается крепость нашей империи. И в равноправии мужчины и женщины, на современном этапе, эта крепость тоже состоит. И если вы этого не понимаете, значит, вы делаете все для того, чтобы эта империя распалась как можно скорее, если вы действительно считаете, что правильно все, там, домострой, что традиционная ценность, она вот в этом, мужик всему голова, баба, значит, должна там детей по лавкам раскладывать, их детей должно быть 18. Это значит, вы на самом деле не придете ни к чему хорошему, а все это будет только отторгать современное общество. И не будет у вас никаких, никакой, это вот тоже к вопросу о сегодняшнем этом совете, не будет у вас никакого роста рождаемости, потому что сейчас все только добровольное. И вот этот фем, вот эта фемповестка, да, вот этот протест городских молодых женщин против вот этого неотрадиционализма, стыдного, совершенно захламившего всю современную повестку, да, запрещающего нормальному человеку городскому быть собой, он, конечно, является символом современной и России, именно потому что люди чувствуют себя не очень комфортно, не очень уютно, да, и в такой довольно изощренной и часто уродливой форме вот этот протест против некомфорта и неуюта выражающих. А на самом деле это, конечно, просто государство должно сказать, слушайте, девчонки, вы нам очень нужны, и мы считаем вас ровно такими же крутыми людьми, как и мужиков. И да, мы считаем, что вас должно быть ровно столько в представительных органах власти, и вообще везде, как и мужчин. И современное общество может себе это позволить. То есть можно и рожать детей, и, знаете, работать замминистра. И, как правило, в мире именно так и есть. Как не посмотришь на женщину с карьерой, а у нее там по пять детей на самом деле. Это современное общество позволяет, да, то есть не обязательно быть одинокой, страшной, короткостриженной, жирной лесбиянкой для того, чтобы работать, так сказать, премьер-министром. Можно быть многодетной матерью, красивой, следящей за собой. А общество, в котором бабушки, дедушки, няни доживают до 85 лет и до 90 лет, можно позволить себе и карьеру. Субтитры создавал DimaTorzok